Страны Европы повысили уровень готовности к терактам. На фоне произошедшей в Москве трагедии, силовики Франции и Италии особо контролируют социальные объекты и общественные пространства. Тем временем в Турции задержали свыше сотни подозреваемых к принадлежности в группировке «Исламское государство». Как еще решили обезопасить свое население власти зарубежных стран, расскажет Ильяс Рамазанов. В преддверии Пасхи, которая в этом году приходится на 31 марта, Министерство внутренних дел Италии повысило уровень готовности к терактам. Особый контроль и у знаменитого Колизея. Я чувствую себя в безопасности, потому что видела много полицейских и военных. Мне кажется, система входа на археологические объекты хорошо организована. Я приехал сегодня и удивился такому большому количеству людей вокруг. В целом все здорово. Уверен, мы в безопасности. Тем временем население Турции переполошило заявление главы МВД Али Ерликая. По словам чиновников, во время антитеррористической операции в 30 провинциях страны были задержаны 147 граждан, подозреваемых в терроризме. Якобы они участвовали в вооруженных конфликтах исламского государства и финансировали группировку. Во Франции, где с начала года силовики уже пресекли два теракта ИГИЛ, тоже повышенный уровень опасности. Военные усиленно патрулируют общественные места. После теракта в Москве президент Франции созвал в Елисейском дворце заседания Совета национальной обороны и безопасности в связи с тем, что исламское государство взяло на себя ответственность за нападение. И угрозами, нависшими над нашей страной, мы решили поднять уровень бдительности до самого высокого. Габриэль Атталь, премьер-министр Франции. Это все напоминает мне теракт в Батаклане. Это навсегда оставило в нас след. С моей точки зрения, мы как будто снова видим этот растущий страх, что могут произойти и другие нападения. А перед еще одним масштабным спортивным событием похожим образом готовятся в Германии. Летом в стране пройдет чемпионат Европы по футболу. Мы очень хотим, чтобы все могли в безопасности поболеть за свои команды и насладиться футбольным зрелищем. Для этого было принято множество мер предосторожности. Мы каждый день оцениваем ситуацию с безопасностью. Стоит отметить, что Германия входит в шенгенскую зону, участники которой отменили таможенный контроль на внутренних границах. Его могут задействовать в случае серьезной чрезвычайной ситуации. Ильяс Рамазанов, Первый канал Евразия.